Добрый день, в эфире интернет-телевидение СБ ТВ. Сегодня у нас в гостях председатель Центра избиркома Беларуси Лидия Михайловна Ермошина. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Здравствуйте. Лидия Михайловна, первый вопрос. В чем уникальность именно вот этой предвыборной кампании президента? Ну, уникальность слишком громко. В конце концов, мы не с произведением искусства имеем дело. Особенность данной избирательной кампании является в том, что у нас будут применяться в ограниченном количестве некоторые новые нормы, которые во время выборов 2010 года не были известны. Это первое. Второе – это то, что у нас полностью ушла в тень, по большому счету, белорусская оппозиция на этих выборах. Ее совершенно мало, она не активна. Более того, она почти полностью прогорела с первым этапом, со сбором подписью. И третье, наверное, это то, что изменился общий международный фон. События в Украине, к сожалению, приходится опять к ним прибегать. Но, вы понимаете, они наглядно показали обычным, рядовым людям, зачастую, может быть, людям и агрессивным, что, оказывается, агрессия, беспорядки ничего не решают. Они не улучшают жизнь в стране, они ее ухудшают. И в связи с этим, я думаю, что и политическим партиям, и тем людям, которые, вполне возможно, были готовы к каким-то радикальным изменениям, пришло время задуматься. Поэтому это, наверное, время размышлений. Изменилось принципиально многое. Вот мы с вами находимся в студии интернет-телевидения газеты. То есть интернет проник в вашу жизнь. Я уверен, он проник и в предвыборную кампанию, и вообще в поведение претендентов, избирателей. Вот действительно, насколько активно они себя ведут в социальных сетях, в благосфере. Вообще, насколько интернет вот в эту деятельность проник, как Жанна Романовская пыталась даже собирать подписи через сеть Одноклассники. Это тоже интересно, законно это или нет. Вот расскажите, как интернет проник. Я сразу скажу, что у вас появился сайт впервые именно, вот выборы. Нет, ну это интернет-ресурс, конечно, который, в принципе, существует, функционирует временно. Он буквально сделан под эту избирательную кампанию. Нет, он был во время парламентских выборов, потом три года был в замороженном состоянии. И опять мы его разморозили, открыли специально для того, чтобы помещать там всю информацию, которая касается только данной избирательной кампании. Ну, вообще, конечно, сайт Центральной комиссии существует давно, весьма посещаем, уважаем и так далее. Что же касается путем сбора подписей. Вы знаете, в принципе, собирать голоса своих сторонников с помощью интернета можно, но все равно после этого им нужно договориться, где-то встретиться в определенном месте. Физически расписались, паспорт дали. Да, физически им нужно расписаться и представить паспорт. Но сейчас мы уже даже консультируем наши юристы. Но у Романовской не получилось. Не получилось, конечно. Но у нее была очень маленькая группа, у нее почти не было ресурсов, да, и материальных в том числе. Поэтому я думаю, что это была и такая игра, скорее всего, со стороны данного претендента. Хотя, вполне возможно, она наивно верила в возможность этого. Но сразу же любой, кто сталкивался с выборами и вообще с политикой более-менее серьезно, понимает, что при таких ресурсах, конечно, невозможно выдвинуться. Ну, а вот все-таки действительно кандидаты как-то использовали социальные сети, какие-то сайты, интернет. Вот в этом, можно сказать, особенность этой предвыборной кампании? Ну, конечно. Хотя, сразу же могу сказать, мы не отслеживаем это. Во-первых, у Центральной комиссии нет таких возможностей. А во-вторых, мы все-таки считаем, что это во многом личная жизнь каждого человека. И на каком основании Центральная комиссия может вмешиваться. Единственное, я могу сказать, что мы пресекли подобную рекламу. Но сразу же, как после были объявлены выборы, на портале Тутбай тут же появилась реклама потенциального кандидата госпожи Короткевич. Она уже обращалась к избирателям. Поэтому мы тут же буквально обратились в Министерство информации, и оно среагировало мгновенно. Эта реклама исчезла через день. Друзья, у нас работает интерактивный чат. Вы можете, Лидия Михайловна, задавать вопросы, участвовать в дискуссии. Несколько вопросов поступило. Давайте мы попробуем на них ответить. Лидия Михайловна, раз уж такая огромная у нынешнего президента поддержка со стороны населения, то почему он боится принять участие в прямых дебатах с кандидатами? Никакой ситуации пятеро на одного в таком случае и быть не может. Ведь вся поддержка сконцентрирована у Лукашенко. Это подтверждается, пусть даже и будущими овер 80% голосов на выборах, но пятой частью населения, отдавших свои подписи за него. Такой длинный вопрос, но принципиально да. Ну, во-первых, мы с вами не можем знать, а боится ли он. Потому что никто из нас с вами подобного вопроса ему не задавал. Это первое. Второе. Вполне возможно, что он пожелает участвовать. Просто-напросто еще же регистрации кандидатов-то не было. Ну, а в-третьих, вполне возможно, что в дебатах примет участие его доверенное лицо, руководитель штаба и так далее. Поэтому еще не вечер. И вполне возможно, глава государства, либо его представители пожелают принять участие в этой акции. Я думаю, тут о страхе речь вообще не идет. Президент настолько сильный полемист, что, я думаю, что, скорее всего, силы остальных участников будут неравны по отношению к нему. Лидия Михайловна, в прошлую пятницу завершился сбор подписей. Сейчас идет проверка. Ну, думаю, что в общих чертах картина ясна. Скажите, вот кто наибольшие шансы имеет быть зарегистрирован 10 сентября в качестве кандидатов президента Республики Беларусь? Что это за люди? Назовите их. Ну, я пока могу сказать, что однозначно, наверное, 99,9% шанс быть зарегистрированным имеет Александр Григорьевич Лукашенко. Потому что даже если какое-то количество отпадет, сама по себе количество миллион 700, ну, просто не позволяет даже совершенно иных вариантов. У всех остальных кандидатов всякое может быть. Потому что буквально подписи по одному из районов области могут быть все забракованы. Это может оказаться критической 15% цифрой по области. И вот область выпала. И все. И такое может произойти. Не дай бог, конечно. Такого не было никогда. Вы против таких вот? Абсолютно. Я более того считаю, что чем больше кандидатов, тем интереснее выборы. Потому что даже самая вялая предвыборная кампания, она все равно добавляет свою краску. Поэтому все лица, среди них, по сути дела, уже три не новичка. Это действующий президент, это господин Терещенко, которого я еще помню по выборам 1994 года. Первые выборы президента Республики Беларусь. Правда, он не смог тогда собрать 100 тысяч подписей. Кроме этого, он участвовал в выборах в 2010 году. А господин Гайдукевич не участвовал только в выборах в 2010 году. До этого во всех избирательных кампаниях. И избиратели, наверное, помнят эти предвыборные плакаты. Он участвовал. И я благодарна ему, потому что эта партия всегда поддерживает выборы. Потому что участие в выборах, это, по сути дела, и долг, и главный принцип работы любой политической партии. Поэтому, господин Гайдукевич, тут два новичка. Это руководитель патриотической партии Лохович и вот госпожа Короткевич, наша прекрасная дама, которая будет единственной, я думаю, с одной стороны ей будет тяжелее, с другой стороны... Вы говорите, что у нее уникальные выборы. Дама появилась. Дама появилась. И причем, в принципе, были попытки появления двух дам. Но вот одной не получилось. Причем, обе очень обаятельные женщины. Приятно, что Беларусь в политике будет представлена красивым женским лицом. То есть мы, ну, потенциально могут быть вот пять человек, да, я так понял, вы сказали, да? Да, да. Ну вот, и еще раз, вы сказали, что потенциальным кандидатом становится женщина. Ну, скорее всего, да. То есть в Европе мы привыкли, что премьер-министры, президенты, вообще в мире женщины нормально. Наши белорусские политологи говорили, что 10-15 лет вот женщина в верхушке государственной власти, это нонсенс. И вот она становится кандидатом в президенты. Говорит ли это о трансформации какой-то общественного сознания белорусов? Может, какое-то осовременивание взглядов на жизнь? Да. И прежде всего я хотела бы обратить внимание, что это смелость прежде всего самой госпожи Короткевич и других дам, которые пожелали участвовать в выборах. Почему? Потому что, с одной стороны, ну, у нас давно равенство прав и обязанностей. И никто не говорит, что у нас женщина является забитым существом. Ну, так как-то генетически, ментально сложилось, что все-таки на первых постах у нас общественное сознание в эту сторону так дрейфует. Дрейфовало раньше, что, ну, женщина все-таки не на первом посту. Вот она там два-три. Так вы заметьте, в Европе разве вы назовете много выборов прямых, где избирается женщина? Ну, госпожа Меркель избирается же не напрямую, это избирается партия. Есть президент Южной Кореи, Аргентина, женщина. Да, вот это вот прямые выборы, и это приятно. То есть это говорит о том, что, между прочим, кстати, азиатские государства, государства Латинской Америки, там, кстати, много дам, там, скорее, вот это уже вошло в традицию. И то этих женщин привели их мужья, президенты, которые до этого были, либо видные политики. То есть тоже все не случайно так сложилось. Тут у нас, конечно, тяжелее, потому что ни одна из женщин у нас не возглавляет политическую партию. Ни одной из женщин нет сильной политической поддержки. Поэтому, конечно, это в определенном плане очень большой риск со стороны тех дам, которые идут в самостоятельном качестве в политику. Да, они заручились поддержкой определенных политических сил. Но я думаю, это все очень условно, и в любой момент, возможно, предательство. Ясно. Елизавета Михайловна, давайте вопросов много поступило, если вы не против. Так, 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 смотрите, сколько. Скажите, пожалуйста, сколько в этом году кандидатов, ну, вы уже ответили, да, да. Хватило ли подписи у Короткевич? Пока хватило. Да, пока хватило. Пока хватило, но еще не вечер. Да. Или она действительно оказалась ненастоящей. Нет, ну, все пока настоящая. Как вы считаете, будут ли в этом году попытки провокации со стороны зарегистрированных западных лиц и организаций, возможно, через оппозицию, через иные способы, готовы ли наши власти дать отпор в этом случае и не допустить развития неуправляемой ситуации, как, например, на Украине, что для этого предпринимается? Кстати, мы будем завтра об этом говорить в прямом эфире с представителями МВД. Да, они скорее, они более квалифицированы ответить на этот вопрос. Ну, согласитесь, вот события на Украине, они всегда рождают такой вопрос. Насмотрелись люди на Майданы, так сказать, и поэтому... Да, да. Ну, давайте не будем забывать, что подобные события были не только в Украине, кстати, не на Украине, а в Украине, говорит. Это первое. Второе, ну, были же в Грузии, в Киргизии, в Кыргызстане. И заметьте, там уже это не происходит не потому, что люди стали жить лучше, я думаю, может быть, экономически и сложнее все. Просто-напросто на собственном предмире убедились. Бунт не решает ничего. Бунт только усугубляет и ухудшает ситуацию. Потому что это в любом случае не конституционная ситуация. И это поле революционное приводит только к обнищанию, к тому, что зачастую к власти приходят самые настоящие проходимцы. Просто авантюристы, которые возглавили толпу. Лидия Михайловна, насколько хорошо вообще зарекомендовала себя идея вот этих личных финансовых фондов? То есть, как-то противники их создания в свое время говорили, что это будет борьба кошельков, а не несправедливая борьба выборов. Ой, ну это, понимаете, такая уже крайняя большевистская точка зрения. Кстати, и возражали-то в основном люди такой коммунистической ориентации. Ну, слушайте, какая борьба кошельков, если максимальный фонд у нас сейчас на данный момент, уже даже с учетом роста доллара, уже меньше 100 тысяч долларов. Ну, кого можно уже на эту сумму купить? Ну, только автомобиль, наверное, кандидатов в президенты. Это не самый дорогой. Это не самый дорогой. И, в общем-то, и население живет беднее. И там избирательные фонды действительно разрешены до 2,5 миллионов долларов кандидату создавать. Ну, у нас вот сумма эта позволена в пределах 9 тысяч базовых величин. Сейчас это 1,6 миллиарда миллионов белорусских рублей. Причем от юридического лица может поступить не более 50 базовых величин в этот фонд. То есть 9 миллионов максимум. А от физического лица 20 базовых величин. То есть 3 миллиона 600. Ну, копейки. Копейки, скажем. Но это сделано специально, чтобы одно и то же лицо не скупило на корню кандидата. Причем сам кандидат может все деньги сам внести в свой фонд избирательный. Пока эта идея, скажем так, еще никак себя не зарекомендовала. Это все новенькое. И пока мы, к сожалению, мы все прекрасно понимаем, что по-прежнему при финансировании выборов используются серые схемы. То есть деньги не учтенные ни в каком фонде. Пока максимальный размер фонда 12 миллионов. Белорусских рублей. Белорусских рублей. У госпожи Короткевич, у господина Гайдукевича на данный момент. Но, опять-таки, все это изменится после того, как их зарегистрируют. Сейчас просто люди не рискуют вкладывать деньги. После того, как их зарегистрируют, я думаю, средства пойдут. И, по крайней мере, как минимум три из пяти, я думаю, кандидата фонды сформируют в максимальном размере. Вопросы так. Как вы считаете, будут ли попытки провокации? Здравствуйте. Я проживаю в Гомеле, но часто бываю в Минске по работе. В день выборов буду тоже в Минске. Хотел бы проголосовать. Можно ли это сделать по какой-то упрощенной процедуре без получения открепительного талона? Спасибо, Виктор Михайлович Гомель. Вы знаете, у нас нет никаких открепительных талонов. У нас граждане голосуют только по месту жительства. То есть по месту регистрации постоянной или временной. Поэтому, если вы будете в день выборов в Минске, все-таки вам нужно воспользоваться правом на досрочное голосование и при этом проголосовать в Гомеле. Мне кажется, что это нелогично. Но может же человек прийти и сказать, вот я хочу проголосовать. Нет, не может. Потому что тогда мы не проконтролируем возможность двойного голосования. Понимаете. То есть электронная база единой. Нет. У нас нет пока электронной базы. У нас пока нет регистра избирателей единого. Я сразу же могу сказать, в той же Латвии там вообще нет никаких списков избирателей. А там избиратель с паспортом может проголосовать на любом участке. Наверное, правильно? Ну, понимаете, не скажите. При этом ставится специальный маленький штампик в паспорт. Вам это нужно, чтобы у вас паспорт был, так сказать, этими штампами проштампован. У нас же все-таки паспорт до 100 лет выдается. Как-то многовато получится. Поэтому я не думаю, досрочное голосование – это очень редкий случай, когда гражданин… У нас маленькая страна. У нас можно доехать для участия в выборах из любой точки в день выборов. То есть он может в Гомеле проголосовать досрочно? Досрочно. Если он уехал до этого, то есть до вторника, до 6 октября, и уже не вернется в Гомель, ему вообще не удастся проголосовать тогда. Ясно. Кандидат в президенты Улахович на 13 августа собрал только 87 тысяч подписей. Утром 21-го он собрал 130 тысяч, а затем сдал почти 160 тысяч. При этом пикетов за него было значительно меньше, чем за кандидатов, не набравших 100 тысяч подписей. Это кто-то уже, так сказать, против него что-то ведет. Но я думаю, там у вас все проверят. Во-первых, у нас все проверят. Во-вторых, о чем тут можно говорить? Я могу сказать, что в четверг у кандидата Терещенко 20 августа, не 18-го, а 20 августа, вообще числилось где-то порядка полутора тысяч подписей в Витебской области. А уже 21 августа, в пятницу, то есть через сутки, их было 130 тысяч по всей стране. Это его право, конечно. Это его право. Поэтому здесь нет ничего поразительного и парадоксального. Лидия Михайловна, расскажите, пожалуйста, сколько будет международных наблюдателей, какие страны... Я тоже хотел этот вопрос задать. Действительно, я бы его шире подал. Скажите, вот обстановка международная, каким-то образом со стороны международных общественных организаций, вообще мирового сообщества, изменилась в отношении вот именно к этой предвыборной кампании? Как изменилась и почему? Ну, я сразу могу сказать, что международные общественные организации за выборами не наблюдают. Наблюдают просто международные организации, это уже официальная структура. Да, изменилась. И опять-таки, все это связано... Приходится все время кивать на соседку. И с Россией тоже. С Белоруссией, по крайней мере, существует такое впечатление. Стали пытаться дружить. То ее отвергали как маленькую, так сказать, маловлиятельную страну. А в приоре, которая находится в зоне российского влияния. И, в принципе, что там говорить с этой последней диктатурой? Я имею в виду, это чувствовалось, это виднелось, это до сих пор журналисты... В открытую говорили. В открытую это говорили, да. Сейчас это изменилось. По крайней мере, все симпатично и доброжелательно вполне выглядит. Я могу сказать, что три года тому назад, накануне парламентских выборов, меня приглашали специально, я же не въездная туда, но меня приглашали на одно мероприятие в Вену. Это заседание в рамках парламентской ассамблеи страну БСЕ, когда все послы и министры иностранных дел договариваются и меня впускают туда. Так вот, когда я была три года тому назад, накануне парламентских выборов, перед моим выступлением послы стран Евросоюза, десяти стран Евросоюза, во главе с послом Соединенных Штатов Америки, покинули зал перед моим выступлением. Это был Димаш. Правда, они покинули не только потому, что это я, Ермошина, а потому что... Беларуси. А Беларуси, потому что на данное мероприятие кого-то страна не выпустила из представителей белорусской оппозиции. Поэтому это был Димаш. Сейчас я могу сказать, что я опять ездила, вот накануне уже этих выборов, в июле. Да, и в честь моего посещения даже был организован пикет представителями белорусской оппозиции за рубежом напротив того помещения, где проходило это мероприятие. Так сказать, с протестом, что меня вообще впустили в Европу. Сейчас на данный момент обстановка была мало того, что другая. Представители оппозиции, которые там были, просто предупреждали о необходимости только конструктивной критики. Три года тому назад никому в голову это не приходило. Поэтому я сразу же могу сказать, что к Беларуси интерес большой. И он позитивный более. И он позитивный, да. И встреч много было в кулуарах. В то время, как три года тому назад от меня бегали. Какая кулуарная встреча. С директором Димчо БСЕ отказался категорически. Хотя вся кулуарная встреча в перерыве между заседаниями. В фойе переговорить пять минут. Сейчас, я говорю, все изменилось абсолютно. Но нам самим, конечно, нужно ничего не испортить. А много будет наблюдателей, кстати говоря, откуда тоже изменился их состав? Откуда, я не могу сказать. Потому что ОБСЕ самостоятельно набирает наблюдателей, кого дадут государства, которые находятся в рамках ОБСЕ. Ну, я знаю, что Россия, наверное, скорее всего, свою квоту. Там есть определенная квота, не более, на каждое государство. Скорее всего, полностью, скажем так, используется. Мы принимаем всех. Да, мы принимаем всех, на кого будут представлены анкеты. Вот завтра я встречаюсь с руководителем миссии ОБСЕ долгосрочной. Они уже приезжают в страну. И неделю назад миссия СНГ также аккредитовалась. На данный момент у нас поданы в Центральную комиссию анкеты. И, в общем, уже, скажем так, аккредитовано более 90 международных наблюдателей. Где-то половина, наполовину, 50 на 50 со стороны СНГ и со стороны ОБСЕ. Но каждая из миссий обещает где-то по 400 еще краткосрочных наблюдателей. Я думаю, их будет больше. Потому что мы, например, приглашаем своих коллег. И представителей Центральных избирательных комиссий ряда стран. Они тоже приезжают в самостоятельном качестве. Я думаю, будут приглашены... То есть Украина, наверное? Мы пригласили Украину, пока она молчит. Ну, у них там местные выборы. И потом, я боюсь, что в государствах, где не все ладится в взаимоотношениях с той же Российской Федерацией, наверное, не очень просто дают ответы на такие вопросы. Пока не знаю. Лидия Михайловна, как вы оцениваете вообще общественную активность и претендентов на нынешних выборах? Вообще, довольны ли освещением предвыборной кампании в средствах массовой информации, которая сейчас идет в интернете? Вот ваше мнение, как руководителя Центра избирательных комиссий? Вы знаете, я очень довольна. По крайней мере, в отношении государственных СМИ. Я, конечно, прекрасно понимаю, что есть определенные СМИ, которые всегда будут говорить плохо. И которые ставят своей целью дискредитацию выборов. Избирательные кампании. Кандидатов, меня и так далее. Потому что чем больше недоверия, тем хуже отношение к выборам, разумеется, и к их результатам. А что же касается государственных СМИ, я бы сказала, что они работают очень хорошо. Главным образом, они работают корректно. Почему? Потому что зачастую те же наблюдатели международные всегда упрек высказывали, покидая страну, что, мол, СМИ государственные как-то недоброжелательно, необъективно относились к тем или определенным кандидатам. Сейчас я, буквально у меня нет таких замечаний. Более того, я могу сказать, что за весь прошедший период была только одна жалоба со стороны одного из кандидатов, потенциальных кандидатов, который не будет уже кандидатов. Но он и сам себя вел настолько небезупречно, что тут, что называется, за что боролись, на то и напоролись. Давайте пару вопросов еще. Есть ли международный интерес к выборам? Ну, а вы об этом сказали, да. Гранды мировой журналистики приедут ли сюда описывать выборы? Ну, наверное, здесь МИД больше в курсе, кто аккредитовывается. Да, совершенно. Мы не аккредитовываем журналистов вообще. Журналисты иностранные аккредитуются МИДом, наши работают совершенно вольно, без всякой аккредитации. Кстати, всегда это приятно поражает иностранных журналистов, что не нужна никакая еще дополнительная аккредитация в Центр-Избиркоме. Когда у нас появятся прозрачные урны для голосования? Насколько я знаю, они уже появляются. Они уже появляются. Витебская область гарантирует, по крайней мере, весь город Витебск покрыть ими. А вот пишут, почему только в одном регионе. Ну, а потому что деньги нашли, изыскали. Потому что две фирмы, которые делают эти ящики, работают именно в городе Витебске. Не исключено, что 50% скидки местным властям они предоставляют. Город Минск к этому стремится. Остальные регионы. Ну, один ящик для голосования стоит полтора миллиона. В принципе, все избирательные комиссии, наверное, 300 тысяч дают на карандаши, я имею в виду участковый. Вот и все. А на каждую комиссию нужно пять ящиков, кроме больничных комиссий, где нет досрочного голосования. Ну, то есть, я не думаю, что это такая прямо проблема. Нет никакой проблемы, абсолютно. Более того, я могу сказать, что поголовное обеспечение прозрачными ящиками как раз наблюдается в тех государствах, которые заклимлены общественным мнением и журналистами, как страны далекие от демократии, скажем так. Планируется ли проведение экзит-пулов в ходе выборов? Вполне возможно. Центральная комиссия не заказывает экзит-пулы. Но и не противоречит. Нет, мы вообще в это не вмешиваемся. Любая структура, в том числе международная, если она обратится в соответствующую комиссию при Академии наук, там есть такая аккредитационная комиссия, и получит при этом аккредитацию, может проводить в день выборов экзит-пулы. Пожалуйста. А как вам предложение Статкевича отмотать выборы назад? Рады ли вы его освобождению? Понятно. Ну, такие вопросы всегда будут. Я не знаю, что такое отмотать выборы назад. Я не понимаю. Это не пленка. События происходят, они назначены парламентом. В соответствии со всеми законами. Что же касается его освобождения, ну, можно радоваться, так сказать, свободе каждого человека. Я считаю, что любой нормальный человек рад за другого. Если он ему не сделан, ничего плохого. Лидия Михайловна, есть ли у вас хобби? Чем вы любите заниматься свободной работой? Время? Поглощает ли вас работа полностью или находите время на любимое занятие? Что для вас счастье? Будете отвечать? Ну, счастье. Счастье – это для меня уже отсутствие несчастья, сразу же могу сказать. Что касается хобби, ну, я не очень умею что-либо делать руками. Я имею в виду вязать или шить. Поэтому, в принципе, наверное, более всего я люблю читать. Я люблю гулять. Я плаваю. Я веду достаточно активный образ жизни. Я люблю возиться с цветами. Лидия Михайловна, вот я бы на вот этой вашей фразе «прекрасное счастье – это когда нет несчастья». Вот и закончил бы. Действительно, спокойных вам выборов. Спасибо большое, что реально горячее время, как сказать, и на улице, и в ходе вашей работы вы нашли возможность прийти в студию СБ. У нас в гостях была председатель Центра избиркома Республики Беларусь Лидия Михайловна Ермошина. Спасибо. Удачи вам. Всего самого-самого наилучшего на выборах. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»